Здарова всем, друзья! С вами я, Мистер Чир, и мы продолжаем карьерку за вратаря на Хилке 20-й. И сегодня у нас не обычный видосик, а видосик так, как мы закончили стрим. То есть мы играем только третий период, и это, наверное, мы сделаем до конца этого сезона. И мне кажется, это даже будет удобнее и, можно сказать, эффективнее. Возможно, мы даже попадем в плов. Итак, смотрим. Пока 0-0 после второго периода, после третьего периода. Так, после третьего периода. Серьезно. После третьего периода тоже 0-0, и мы погнали в третий период. И попробуем взять очки. Врываемся, так сказать, в игру. Вроде бы, как Нью-Йорк Айлендерс очень сильно нас поджали по броскам. Посмотрим, что будет в третьем периоде. Клюшка ломается, и слава богу. Юнцел, передача. Пас проходит. Кахун. Юнцел, бросок! Шайба в воротах! Ну вот! Только начали третий период, уже заброшена шайба. Джек Юнцел, 18-й был в этом сезоне. И первый в этой встрече. Решився голкипер. Не закрыл ближний угол. Туда именно шайба и отправилась. Давайте посмотрим на повторе. Бросок. А, он перемещался и не успел. Просто не успел. Окей. Повели. Главное сейчас не упустить. Игру. Не пропустить гол. На стриме мы попробовали это сделать и сыграли сухарь. Посмотрим, что будет здесь. Мне кажется, самый интересный это именно третий период. Здесь, так сказать, происходит развязочка. Бросок. Галкипер. Есть еще один бросок. Все тащит голкипер. Пока Нью-Йорк Айлендерс не создает никаких опасных моментов у наших ворот. И мы спокойненько пока отдыхаем. Вроде как первые два периода Нью-Йорк Айлендерс нас давили. У них больше всего бросков. Но пока этих бросков по нашим воротам мы не видим. Ну вот, может быть, сейчас в этой атаке что-нибудь у них и получится. Ну вот, бросок. Еще один. И тут бросок. Но здесь хорошо сыграли. Здесь, можно сказать, отлично отоборонялись. Крэйчи пас на перрон, пас на синюю. Крэйчи оставляет шайбу у себя. Передача, бросок. Кросби 2-0. Потерял ворота голкипер Айлендерс. И спокойненько Кросби делает счет уже 2-0. Не успевает Галченек помочь своему голкиперу. И команда уже проигрывает в 2 шайбы. Ну что, мне пока нравится играть только третий период. Я говорил уже на стриме. И один из подписчиков тоже об этом говорил. Что многие и один из популярнейших голкиперов, кто снимает воротаря на западе, играет третий период. Вот только. И заходит. Заходит это. Давно хотел поэкспериментировать с третьим периодом. И вроде как неплохо. 33 сева у нас, кстати. Хотя мы сделали буквально-таки чуть-чуть. Напишите в комментариях, как вам вообще... Опа! 2-1. 2-1. Три шайбы заброшены в третьем периоде. Надеюсь, что больше и не будет. Но здесь моя ошибка. Я слишком быстро переместился направо, благодаря правому стику. И открыл угол. Да, видите, как это все произошло. Я думал, я чуть-чуть перемещусь. Но переместился довольно-таки далеко. И открыл угол. Ли. Шайбу у нас. Отдаю. Хопс. Передача Кахуну. Кахун бросок. Бросает. Вроде так читается фамилия этого голкипера. Хопс. Лукоевич. Кахун. И бросок. Неплохо. Эберли. Шайбу не вижу. Защитник. Спасибо. Ошибка. Эберли. Кахун. Передача на палату. Палат щелчком добить не получается. Защитник. Быстрее оказывается на шайбе. Барцал. Аккуратно. Хорошо. Достали эту шайбу. Вытащили. Палат. Четыре минуты до конца. Палат. Передача на Хопса. Хопс. Передача на Дюмаулина. Бросок. Защитник подставляется. Галчинюк вроде бы шайбу выигрывает за воротами. Но шайба остается у нас. Хопс. Передача опять на синюю. Быстрая перепасовочка. Гюнцел. Гюнцел отдает пас на Крейчи. Опять Крейчи прижимает. Но уже три игрока. Три игрока обороны все-таки смогли эту шайбу перехватить. Эберли. Не дают нормально бросить. Им нужно играть аккуратно. Ли. Ли ворвался. Ли бросок. Что это за пушка такая? Ну это я. Это я опять открыл дальний угол. У меня есть проблемы с имена. С дальними углами в такой ситуации я немножечко начинаю смещаться к линии. И открывать немножко угол. А это моя проблема. 2-2. Вот так вот быстренько. Нью-Йорк Айлендерс и сравнивает. Просто простым щелчком. Простым щелчком. Две шайбы заколачивает. Игроки Айлендерс. Кроссби. Не дали бросить. Голченек. Ай-яй-яй. Зачем ты удаляешься за 43 секунды-то? Чувствую в концовочке мы с вами поймем, что такое жаришка. Проигрываем бросование. Взял. Взял. Прижал. 10 секунд. Выиграли вбрасывание. Осталось шайбу выбросить. Шайба выброшена. И это овертайм. Это как минимум очко. 43-22 выброскам. Как вы уже понимаете. Довольно-таки приличное количество. Мы его в третьем периоде засейвили. Так что не нужно говорить о том, что очень мало бросков под нашим воротам. Бросков достаточно. Демоулин. Минуту целую нам еще играть в меньшинстве. Маккэн. Ошибка. Джозеф. Подбор. Передача за ворота на Маккэна. Маккэна прижимает к борту. И обещая били. Отбили. Нет. Такое я не беру. Точный бросочек. Опять же в дальний угол. И это все зарешало. Давайте посмотрим на гол. В замедленном виде. Ценочки тренера. Б, Б, С, С+. Обидно. Хоть мы и лучший голкипер в этой встрече. Так, повтор. Смотрим. Эберли отлично обыграл. И где-то моя ошибка. Но опять подмышкой шайба летит. Да елы-палы. Опять подмышкой. У нас какая-то проблема. У нас, видимо, не волосатые подмышки. Ладно, отправляемся во вторую игру. Ну что, мы ждем второго соперника. Пока мы так и остаемся на последней строчке в дивизионе. На три очка отстаем от Каролины. Ой, правильно же Каролина? Да, все правильно. Но у них на две игры больше. Так что все шансы у нас их догнать. Если сейчас выиграем Вашингтон, но играет второй голкипер. Посмотрим, что из этого выйдет. Поражение 6-1. Ну, как вы понимаете. С поражением 6-1 никак не догонишь соперника. А вот тут уже мы играем. И как обычно мы сейчас с вами просимулируем. Как обычно уже для этой серии имею в виду. Мы с вами просимулируем первые два периода. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока проигрываем 2-1. Во втором периоде сравнивает Кроссби счет. И мы с вами отправляемся. Нет, стоп. Блин. Я отсимулировал. Я отсимулировал. Я отсимулировал. Обидно. Ладно. Сорян. Сорян, бывает. Бывает. Это, можно сказать, первые попытки внедрения симуляции в наш контент. Но давайте уж этот матч тогда сыграем. Так, первый период стимулирован. 2-0 проиграем. Второй стимулируем. 4-2. И в третий врываемся. Надежда вся на нашу игру. Третий период. Решающий. Проигрываем две шайбы. Есть возможность у нас зарешать, затащить. Что мы и попробуем сделать. Гюнцел. 18 минут. Есть на то, чтобы забросить две шайбы. Посмотрите, что творит голкипер. Он вытаскивает просто неберущуюся шайбу. Долин. Долин. Передача. Петерсан. Сейвим. Из-под защитника шайба сейчас вылетела. Опасно было. Кросби. Передача. Палат. Палат бросает. Выпадает точечного защитника. Скинер. Миттельштадт. Айкл. Миттельштадт. О-хо-хо-хо-хо-хо! Офигеть, как они разыграли. Офигеть. Второй гол за сегодня Миттельштадта. Давайте посмотрим на повторе. Пас за ворота. Моментальный пас обратно. И угол уже был открыт. Это было красиво Это было красиво Вукоевич Вукоевич думает Что же сделать ему Главное не потерять шайбу Вукоевич Вукоевич шайбой до сих пор Вукоевич бросок добитие Отбили И Тельштадт Закрыли Пас на Хобса На пятак бы нет На синюю отдает Вукоевич бросает Луканен Вукоевич вошел в зону Будет передача Закрыта Закрыта Не пропустим Засейвили Засейвили Хорошо Гюнцел Палат Дальше на Кахун А Кахун теряет шайбу Молодец Палат Палат Найдет партнера Нашел Бросок хорошо Димулин наносит И здесь поднимает Клюшку И Скиннер полетел У Скиннера хорошая скорость Он будет отдавать передачу Это понятное дело Долин И тут закрыто Он аккуратненько Вкатил Передача Опять же На пятак Уже пытаются Единственной способностью Своей сыграть Но и она здесь Не решает Неплохо разыграли И добить не получается О, ну Помеха Помеха воротарю Алло Ну помеха воротарю была Я не мог переместиться Вы посмотрите Все правильно Последние секунды тикают Не смогут они нанести бросок И наши ребятки И наши ребятки Тоже Давайте посмотрим Что у нас там вообще По броскам Получилось В третьем периоде Наши пацаны Вообще ничего не сделали 28-28 по броскам Эту игру мы проиграли И погнали В третий матч Следующий матч У нас Колорадо Тоже не очень-то Классно у них идет Все они на последнем месте В центральном дивизионе И 35 очков имеют У нас 37 Нужно догонять Нужно догонять У нас 3 поражения подряд 4 даже уже Обидно 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 Досадно Ладно Погнали Симулируем Первые два периода И Врываемся В третий One Клорадо выигрывает Two Два Один Ну и в третьем Постараемся Затащить Зарешать Опять Проигрываем Проигрываем Команде Которая находится На последнем строчке В центральном дивизионе Как вы уже поняли И Здесь нужно 100% Брать очки Не понимаю Как мы это сделаем Учитывая Что у нас пока Поражение за поражением Но я думаю Что парни Что-нибудь придумают В атаке Гюнцел Вот бросок Гюнцела Кстати Неплохо Задоров Отбиваю Довольно-таки Высокий бросок Кутюр Задоров Не смогли даже Зацепиться За эту шайбу Она от нас Отскочила Дюмаулин Сблизился Очень сильно С вратарем Здесь Сейвим Довольно-таки Интересно Да Танев Передача Маккену Переиграть Добить Лейво Почему-то Не решился Добивать Танев Дюмаулин Шайба в воротах После поставленной Клюшечки Лейво Фух Сравниваем счет 2-2 Наконец-таки Наконец-таки Получилось это сделать Смотрим на повторе Дюмаулин Начинает бросок И подставленная Клюшка Отправляет шайбу В ближний угол Отличненько Отличненько Никак не придраться Вилсан Взяли Взяли Тоже Поставленная Клюшка Но здесь мы Справляемся Палат 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 Долго думаешь Долго Кахун Красиво Ушел Кахун Передача Лишняя Передача Что ж ты делаешь Бросай Голкипер Может быть Не увидит Броска Камень Отбиваем Колорадо включился Уф Опа А может мы подеремся Давайте мы тоже подеремся Ну пожалуйста Ну ты че там Не не хочешь драться Ну ладно Надеюсь, хоть наш выиграет битву Хорошо попал, кстати, Вукоевич Молодец, браво Мы бы тоже, кстати, постучали Но не получится Кроссби, передача на крэчет Дальше на перрон И за ворот, можно сказать, шайба Отправлялась в ворота, но Не попадаем Перрон пас, проходит Дюмоули Андерсон на воротах, но сильный голкипер Полторы минуты Выигранное вбрасывание Гюнцела И бросок Джозефа, Андерсон Есть выигранное вбрасывание Дюмоули По небесам Эдлер, опа Палат, вошел Палат Хладит за ворота, ну, кстати, бросал По воротам, опасненько Шайба-то могла и выскочить Выиграть вбрасывание Выиграть, 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 выиграть Есть выигранное вбрасывание И бросок касание Хорошо, Андерсон сейвит Задоров Пас на кутюра Джозта встретили Отлично Гюнцел Гюнцел Не терять шайбу за 15 секунд Ёлы-палы Джост Катил Взяли Отдаю быстренько Шесть секунд Дюмоулин Пас на палата Палат Две секунды Нужен бросок Бросок наносится И мы отправляемся В овертайм 36-26 по броскам 2-2 счет Ну, давайте посмотрим Что мы сделаем в овертайме Один овертайм Мы уже сегодня проиграли Но, слава богу Очко-то нам дали одно Кахун Первый же бросок Опасно Ай Думал накроет этот угол Там как раз перед ним находился игрок Я думал, что он сейчас возьмет Перекроет этот угол А бросок нанесется Или по центру Или в дальний Да ёлы-палы Опять овертайм проиграем Давайте посмотрим на повторе Как этот гол Немножко Не перед игроком был Бросок Да, очень сильно открыл угол Очень сильно открыл угол Опять поражение Но очко все-таки взяли Очко взяли Это у нас уже 38-е Осталось чуть-чуть Но я думаю, что Если мы такими темпами будем играть Именно по третьему периоду То я думаю, что в ту авто мы 100% попадем Увидимся с вами уже в следующей серии Всем спасибо за просмотр Пока